У входа в здание гостей встречает оркестр. Репертуар военный и патриотический. Акция концерта «Музыканты против войны», приуроченная ко дню солидарности в борьбе с терроризмом, проводится уже в восьмой раз. Начинается с памятного митинга и возложения цветов к монументу погибшим в годы войны землякам. Конечно же, это очень страшные те события, которые были в нашей стране. Мы их все несомненно помним. И наиболее, конечно, большая трагедия – это Беслан, 1 сентября 2004 года. Одна человеческая жизнь, она бесценна, но там мы потеряли 330 человек наших сограждан, и почти 200, там 186 из них – это дети. Ну, для каждого родителя это просто ужас. Такие даты, они, конечно, должны, ну, всегда нас мотивировать к тому, что мы должны бороться все вместе. Значит, есть воины, есть ФСБ, есть люди, которые четко всегда должны давать понять, что, может быть, и страшно, но нас это никак не склонит. Мы будем с этим бороться, всегда будем помнить тех, кто погиб, и всегда ценить эти жертвы. Гитара, цветы, простая вода, которой так не хватало детям в Беслане, и белые шары, как символ невинных жертв. Такую фотозону оформили в фойе центра. А на сцене представители школ и культурных центров округа. Артисты поют, читают стихи, выступая против терроризма и за мир во всем мире. Нет террору, нет войне. Сказали, когда-то несколько, и к ним присоединились вот сотни. У нас более тысячи, у нас сто выступающих сегодня. И вы знаете, хэштегами мы сегодня смотрим, кто с нами просто присоединяется. Потому что это здорово, что мы такая большая, дружная команда единомышленников, людей, которые за мир на планете Земля. Поэтому со сцены в этот день звучит объединяющий гимн акции. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.